Вторая часть первой сессии парламента была посвящена избранию председателей парламентских комитетов. В первую очередь была утверждена структура парламента Республики Южная Осетия. Если ранее в парламенте функционировало 9 парламентских комитета, то теперь их 10. Председатель парламента предложил один из объемных комитетов разделить на две части. У нас количество комитетов увеличилось. Комитет по национальной политике, культуре, образованию, науке, религии и СМИ мы разделили на два комитета. И у нас получился комитет, который будет отвечать. Первый комитет – это комитет по национальной политике, религии и СМИ. И второй комитет – это комитет по культуре, образованию и науке. За избрание глав парламентских комитетов депутатский корпус голосовал в открытом режиме. Елена Джиоева, депутат от партии «Единая сеть», возглавила комитет по бюджету и налогам. На должность главы председателя комитета по внешней политике и межпарламентским связям было две кандидатуры – депутат от 16 округа Ленингорского района Заза Дряев и лидер партии НХАС Давид Санакоев. Кандидатуру Санакоева представила Зита Бесаева, отметив, что он имеет большой опыт работы во внешнеполитическом ведомстве. Однако путем открытого голосования парламентарии большинством голосов поддержали кандидатуру Заза Дряева. Комитет по делам молодежи, спорта и туризма возглавил Инал Габараев, депутат от партии «Единая сеть», ранее занимавший должность главы Знаурского района. На должность главы одного из ключевых комитетов по законодательству, законности и местному самоуправлению были предложены три кандидатуры – Алана Габатте, Зиты Бесаевой и депутата-самовыдвиженца из 8-го избирательного округа Алана Гаглоева. Путем открытого голосования кандидатуру Алана Габатте поддержали 20 депутатов. Комитет по национальной политике, культуре, религии и СМИ большинством голосов возглавил депутат от Народной партии Амиран Дяконов. Единственный депутат от Коммунистической партии Инал Уригаев был избран председателем Комитета по образованию и науке. Ещё один ключевой парламентский комитет, курирующий оборону и безопасность, возглавил Ацамас Бибилов – депутат от партии «Единая сетья», ранее возглавлявший Комитет государственной охраны. Заместитель председателя парламента Александр Плиев будет совмещать в парламенте две должности. Он возглавил Комитет по социальной политике и здравоохранению. Депутат фракции «Единство народа» Алан Техов возглавил Комитет по экономике, малому предпринимательству и сельскому хозяйству. Вопрос избрания главы Комитета по промышленности, строительству, транспорту, связи и природным ресурсам был перенесён на следующее заседание сессии. Предлагаемый кандидат на эту должность, депутат от партии Нахас Алан Алборов, по семейным обстоятельствам не смог принять участие в работе сессии. Вы можете, конечно же, в третьей части нашей сессии тоже внести свои предложения, но человеческий фактор никто не отменял, и в его отсутствии мы не можем просматривать эту кандидатуру. По закону можем, но было бы неэтично. Зита Бесаева предложила поделить этот комитет на две части, так как он включает слишком много сфер. Спикер парламента согласился с мнением Бесаевой и предложил обсудить вопрос на следующем заседании. Парламентарий также сегодня избрали глав комиссии. Гарри Мулдаров возглавил постоянную комиссию парламента по соблюдению регламента. Комиссию по депутатской этике будет курировать Анатолий Таттаев. Кандидатура Зиты Бесаевой также была предложена на эту должность, однако она заявила о самоотводе. На следующей сессии будет утвержден и состав Президиума парламента Республики Южная Осетия.